здравствуйте мои дорогие зрители сегодня продолжу обзор моего огорода почему продолжу потому что мой огород состоит из двух частей первое я вам показала а сейчас у нас вот эта часть перед домом тоже является частью огорода это у нас свежескошена трава досыхает сено хожу медленно босиком вот смотрите тут мой эксперимент небольшой здесь у нас канализационный люк жара сегодня пекло сумасшедшая в общем сразу говорю что пекло неимоверное все вянет вышла вам снимать как раз сейчас два часа самый вот пик жары где-то 31 градус но у меня свободное время сейчас поэтому сейчас и сниму и покажу значит у нас здесь находится люк канализационный вот он прям вот здесь вот чтобы его как-то более-менее облагородить все-таки это перед дома вот я застелила здесь тоже дарни там вот таким вот материалом и насыпала вот сделала что-то вроде вазонов из ящиков таких ящиков их много все вялая вот тыква смотрите там вот тыква она вообще вянет к вечеру она поднимается все в порядке я ее вечером еще пролью хорошенько и все будет хорошо но из-за жары вот конечно все повесила уши 31 градус 32 на солнце мне кажется еще больше вот здесь у меня капуста кейл или капуста калей ее называют кейл листовая капуста в прошлом году мне было немножко в этом году тоже немножечко многое не стало но в общем решила понемножку в общем очень много мы и не съедаем но для ассортимента хочется в основном здесь у меня цветы но тыква и базилик который немножко раньше посеяла специально в общем он даже очень неплохой смотрите вот он и зеленый и фиолетовый базилик конечно мои девочки вот они красавицы здесь сад насажен у нас молодые саженцы не все принимается я делала большую ошибку я сделала везде приствольные круги вот как она видно везде и полола и вот своей прополкой по всей видимости я портила их цепляла корневую систему нарушала ее и тем самым провоцировала гибель саженцев вот это я перестала делать при просто выкашиваем стараемся меньше тревожить и результат начинает вот все в принципе уже расти и потихоньку развиваться такой сад к моему огороду относятся кабачки вот такой тоже эксперимент кабачки в шинах автомобильных шины обычные шины небольшие на 14 13 14 радиус как правильно сказать не знаю ну в общем обычные старые шины обрезал мне муж опять-таки там под низом вот виден белый материал также дарнит расстелила дарнит пришпилила и поставила на него здесь в общей сложности 10 шин в дворе до кабачкам свободно очень хорошо кабачки завязываются смотрите вот она видны да тоже уши повесили конечно листочки вянут к вечеру еще больше подвянут но как только насчет жара спадать они при под ним поднимутся я все это полью хорошенько и все восстановится здесь разные сорта есть и гибриды пробую в кабачках в общем-то и желтые и темно-зеленые вот это допустим кустик здесь темно-зеленые кабачки он они завязываются видны там желтые здесь вот светлые такие кабачки в общем вот такой у меня огород здесь так теперь покажу вам вот здесь у меня грядка чеснока чеснок уже давно удалена стрелка оставила здесь две сигнальные стрелки как только они поднимутся я буду его убирать чеснок здесь очень неплохой даже грядка приличная получается около гаража вот она сигнальная стрелочка смотрите оставлена здесь и еще там в конце грядки еще одна как только они поднимутся я так сразу до убираю чеснок проливаю его регулярно у нас когда очень жарко стараюсь раз в неделю точно но проливаю очень много не просто по не просто поверхностно а чеснок влагу любит его нужно прямо лить 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 так чтобы лужи стояли редко но много очень обильно чтобы хорошо пропитать глубокую землю недавно на днях я уже его разгребла вот отгребла но видно чеснок сам видите стоит в таких в канавках отгребла землю чтобы хорошо развивалась луковица вот такая грядка чеснока готовилась очень щепетильно в этом году я очень надеюсь на хороший урожай чеснок мы любим у нас это самая первая первая приправа специи как правильно назвать в общем чеснок мы съедаем с удовольствием и много много идет в консервацию так в основные блюда в общем вот такая грядка и здесь маленькая грядка здесь у меня высажены баклажаны баклажаны вообще первый раз выращиваю никогда раньше не сажала не сеяла не сажала не выращивала не знаю что из этого получится не получится баклажанчика в общем то я еще пока не наблюдаю вот может может неправильно что-то делаю ну вот они цветут я вижу начали цвести а вот один отцвел и по моему без баклажанчик не завязал ну в общем что будет то будет это мой первый опыт вот здесь с ними два перчика стая сидит это перчик мини перчик сладкий ох как он называется не помню это невысокие компактные кустики сами перчики небольшие вот попти вспомнила сорт это не сорт это гибрид попти называется вот такой вот перчик их у меня здесь два и там на основной грядке еще три перчика три кустика нам этого хватит потому что перца мы много не едим и не любители но так в консервацию где-то иногда полакомиться салатиком и для фаршировки потом вот тут у меня растет вот это называется тибетская малина или гибрид малины и клубники тайбери еще называют в общем правильно названием не знаю точно их много и было у меня на на кустиков шесть ну вот в прошлом году мы посадили но из них вот его только два выжило принялись и в принципе вот они дают уж даже сегодня смотрю расстрел вот видите прям цветочек беленький а здесь завязалась ягодка вот прям ягодка посмотрим как она я регулярно поливаю ухаживаю и вообще в будущем хочется мне вот эту вот грядку всю пустить вот под эту вот волшебную ягоду пробуйте и пробовала очень вкусно нам понравилось но если получится у меня ее развести то в принципе вот эту грядку мы и я и заселю вот этой вот этой ягодкой вот это у нас передняя часть дома двор передний вот так у нас все здесь выглядит пошли гусики здесь мы еще тоже планируем посадить саженцы но не все сразу все сразу не получается здесь у нас еще грецкий орех сейчас я вам покажу это уже смотрите он начал расти очень даже неплохо кости грецкого ореха а вот там у меня я вам покажу посадил и муж принес грецкий орехи где-то работал там грецкий орех вот этот роз дерево и прям валялись орешкин подобрал несколько штучек и мы принес я их посадила они проросли они стояли у меня тоже вот там где вот а грядка на канализационном люке но там они начали подгорать слишком уже жарко тяжело и вот мы сюда перенесли в таком ящике я на днях планирую их рассадить в более отдельно более объемное что-то как только они примутся и я их высажу тоже я уже знаете так мы подумали с мужем вот этот орешек сидит и вот он сидит и вот здесь вот еще два посадим вдоль забора вот на третье от жары солнышко перешло переход на другую сторону сейчас они поднимутся видите вянут прям цветочки мои везде так жарко пекло все требует много полива внимания много гусям за день меняю два то и три раза воду вот уже я второй раз вот только что обновила воду им тенька у них там совсем мало сейчас вот будет очень мало солнца значит переходить на другую сторону на на час-полтора вообще тенечка не будет но вот я им налила холодную воду они будут освежаться я думаю что все будет хорошо ну мы уж так практикуем уже не первый день девчонки мои бегают здесь немножко недокошено здесь очень такая густая трава и мужа решил что подкосит ее обычной ручной косой на сено вот девчонки котик лежит жара жара неимоверная соня соня девочка мы нагулялись собакам жарко миски мы тоже со столиком вынесли сюда во двор пока у нас такое время года знаете в доме меньше грязи меньше уборки вот мой перчик острый который мини перчик маленькие кустики вот прекрасно себя чувствует во дворе расцвел прям вообще смотрите усыпан цветочками на днях снимут эти все созревшие перчинки сниму и буду сушить и бегония бегония я очень люблю это вообще мои любимые цветы бегония такая у нас вот такое лето лето солнце и жара лаванда меня так радует лаванда моя смотрите какая красивая лаванда украшение любой клумбы просто невероятно смотрится причем это молодые кустики они шаровидные вот одна вот там поменьше кустик ароматная сейчас вот пекло такое жара но она жару переносит легко смотрите собирается в букет очень красиво прям фиолетовая красота невероятно и такой же аромат прям ой руками проведешь по цветкам и руки пахнут аромат нежнейший в общем классное такое растение я хочу развести лаванды во-первых многолетник зиму и хорошо легко без проблем главное осенью хорошо ее пролить укрывать и на нее не нужно вот поэтому очень мне нравится шары прямо вот это вот второй год лаванда у меня этот кустик на тот вообще маленький он был изначально там веточку посадила мама мне отдала в общем такая красота всем советую рекомендую в уходе легко легко быстро разрастается заполняет собой вот прям надеюсь что на полностью вот этот вот клумбочку заполнит и и будет вот так меня радовать кроме того лаванду еще использую в че и потому что лаванда у нее очень большая концентрация большое количество эфирных масел она аромат невероятный вкус особого не дает запах но за счет эфирных масел в чаях она очень полезна при ангинах вот такая красота тоже же скоро нужно будет части цветков и может все срежу если сейчас срезать а вот у нас сейчас начало июля если срезать она еще больше выгонит и знаете к осени будут еще цветочки выгонит больше побегов молодых вот этих вот разрастается куст увеличивается к осени зацветет повторно невероятное растение всем рекомендую вот так у нас выглядит наш двор спасибо вам большое за ваше внимание заходите на мой канал ставьте лайки подписывайтесь я вам очень рада